МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно сказать, что благодаря ей я вернулась в спорт. Он бьет, и у нее танки шевелятся. Потому что иначе можно на голову залезть. Да, я счастливый человек. Только не давайте мне, пожалуйста, отжиматься или подтягиваться. Всем хочется большего. А мне больше всех. Я знал, чем они занимаются, когда мы познакомились. Как-то тайно вывез меня познакомиться с родителями. Есть много тренеров, они чему-то учат. Мой тренер самый лучший. Иди работай. Себя я в обиду не дам. Мастер-класс от чемпиона, как защититься от хулиганов в подворотне. Ранее утро мы в одном из сотен обычных дворов Гомеля. Здесь живет девушка, которая спокойно говорит о синяках, ударах по голове и знает, как бьют мужчины. А еще она сотрудник роты конвойной службы. Молодая мама и заботливая жена. Это больше, чем спорт. Мы начинаем. На часах только 7 утра, но все сборы в этой маленькой однокомнатной квартире уже практически завершились. Осталось только одеть маленькую Василису. Наша сегодняшняя героиня Яна Бурим. Сложно поверить, что эта хрупкая миниатюрная девушка имеет черный пояс по карате, дважды мастер спорта, призер международных турниров и член национальной сборной. Очередной свой титул она завоевала совсем недавно, взяв в бронзу чемпионата Европы. На сегодняшний день Яна – сильнейший боксер среди женщин своей весовой категории в стране. Несмотря на занятость, родители Василисы к воспитанию относятся очень внимательно. Стараются уделять дочке максимум времени и прислушиваются к ее мнению. Например, девочка самостоятельно выбрала занятие гимнастикой и плаванием, а еще решила отрастить длинные волосы. Сама Яна сейчас с короткой стрижкой и, кстати, дело не в специфике спорта. Длинные волосы можно заплести, там, в косичке, например. Все равно прячется все под шапочкой плавательной и одевается сверху шлем. Поэтому особых неудобств прически не добавляют никакие, ни длинные, ни короткие. В интерьере этой квартире сложно не заметить медали. И несмотря на то, что вес этих наград наверняка несколько килограммов, Сама Яна очень скромный человек. А о том, что ее узнают на улице, наша героиня поняла совершенно случайно. Когда мы приехали с Европы, и мы тут часто ходим, и многие живут в соседнем дворе, я через него хожу. Ну вот поздравляют, значит знают. Ну так прямо я не афиширую, специально никому ничего не говорю. Времени на дорогу до детского сада уходит совсем немного. Он находится буквально в 100 метрах от дома. Если не зима, то сборы и сама дорога и вовсе занимают 15 минут. Примерно в это время у Яны начинается ежедневная зарядка. Во время соревнований она проходит с тренером и с командой. А пока самостоятельно. Начинается все с дыхательных упражнений. Правильно дышать в боксе не менее важно, чем уметь бить. Со стороны очень похоже на йогу. Следом гимнастика для глаз. Заметить удар соперника, который может прилететь и снизу, и сбоку, это уже полдела. Кстати, следить за противником нужно не только на ринге. Подсыпать стекло сопернице в коньки, как в фигурном катании, здесь не получится. Но свои грязные приемы есть и в боксе. У меня лично были такие моменты, когда перчатки были смазаны чем-то, от чего очень сильно жгло лицо. То есть, когда перчатка, например, попадает в глаз, ну, естественно, контактирует с лицом. И если в глаз, то уже начинаются, могут начаться некоторые проблемы. Но это... По мне это низко. Я такими методами не пользуюсь. Я считаю, что... Ну, у нас есть честная борьба. А зарядка, между тем, продолжается. И она говорит, что для нее такие вот ранние тренировки – дело обычное. Еще в детстве она любила пробежать километр-другой с утра пораньше. А так как сама не ленится, то и нашу съемочную группу решила поднатаскать в боксе. Туловище и плечико. И локоть идет снизу, вкручивается. Вот это плечо, левое, как можно дальше назад. Потому что есть разница, вы бьете так, либо вы добавляете себе 10 сантиметров к удару. Мастер-класс от чемпиона – как защититься от хулиганов в подворотне. Правильные удары – это красивые удары. Или красивые удары – это правильные удары. Технику нужно нарабатывать постоянно, потому что она очень быстро уходит. Раз, два. Положили пальчик. Ему с ним костюшкой. Тык. Сохраняйте. К моему обучению спортивным премудростям наша героиня подошла со всем старанием и хорошим знанием теории. Это не случайно. Яна получает второе высшее образование, на этот раз спортивное. Нужно знать и понимать, чем и как ты занимаешься. То есть многие те дисциплины… Первое у меня образование юридическое. Естественно, у меня там ни основ биомеханики, физиологии, гигиены, этого всего не было. Когда ты в более сознательном возрасте начинаешь учиться, ты воспринимаешь информацию совсем по-другому. Ты очень много понимаешь. Что-то ты понимаешь из того опыта, который у тебя имеется. Я имею в виду спортсменов. Просто реально интересно учиться. Следом идут силовые упражнения. Их девушка выполняет с легкостью. Например, только что она подтянулась 10 раз и даже не запыхалась. Питание для спортсменов такого уровня – такая же важная часть, как и тренировки. Но особых проблем с этим у Яны нет. Сегодня, например, бронзовая медалистка чемпионата Европы готовит сыреньки и готовит много. Не только для себя, но и на всю семью. Главный ингредиент блюда – творог. Это и полезно, и вкусно. Не едим копчености. Но это не значит, что мы вообще не едим колбасу или едим. Но специально не покупаем. У нас в основном курица и рыба. Любит наша героиня и сладеньким себя побаловать. Говорит, что позволяет себе это практически каждый день. Особых угрызений и совести нет, как и лишних килограммов. У меня набор веса происходит в основном за счет жидкости. Я гоняю тем, что немного урезаю количество выпиваемой воды. Так особо каких-то специальных мероприятий по сгонке веса. Если не полнять, дано не каждому. И у профессиональных спортсменов свои уловки. Ведь соревнования с соревнованиями отказаться от вкусностей сможет далеко не каждый. У меня есть один любимый торт. У нас в городе его одна кондитерская производит. И мы с мужем договорились, когда я приезжаю с медалью, он мне покупает этот торт. И у нас был такой момент, когда я приехала с серьезных соревнований без медалей. Я, конечно, была очень расстроена, очень-очень-очень. Прихожу домой, открываю холодильник, там стоит этот торт. И он мне говорит, и вот они с дочкой подошли, они говорят, ты все равно наш чемпион. Но это было, конечно, очень приятно. Кстати, еще неизвестно, как бы сложилась спортивная карьера Яны без поддержки родных. И главную роль тут сыграла свекровь. Она просто мега-женщина, она мега-крутая. Можно сказать, что благодаря ей я вернулась в спорт максимально быстро после рождения ребенка. Потому что она каждый день на протяжении нескольких лет, каждый день она приезжала ко мне сюда. Хотя она живет очень далеко, практически в час езды отсюда. Каждый день она приезжала сюда к полдвенадцатому дня, чтобы я могла пойти на тренировку. Вот что значит фанат своего дела. Даже на кухне не смогла пропустить тему будущих соревнований. Факт того, что Евроигры будут происходить у нас здесь, он может показаться... Ну, это и есть так, оно немножко накладывает дополнительную ответственность. Но, с другой стороны, это придает еще, наверное, больше сил и какой-то мотивации для того, чтобы представить свою страну максимально достойно, но вот на самом высоком уровне и принести золотые медали. Не просто принести медали, а именно золотые медали. Яна уверена, уровень соревнований будет самым высоким. И тут главное не спортивные объекты, а болельщики. Например, когда мы были на первых европейских играх в Азербайджане, полностью зрительский зал был заполнен. Полностью. Это было... Ну, это было так круто. Все хлопают, все поддерживают, болеют. Ну, вот когда есть болельщики, это вот прям такой хороший момент. Очень хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси тоже было достаточно большое количество людей присутствовало. Вот уж кто точно будет на трибунах, так это муж и папа. Остальные родные тоже следят за поединками. Даже мама, которая поначалу не очень одобряла увлечение дочери, сейчас волнуется за Яну. Правда, перед экраном телевизора. Последнее время, а последнее время уже достаточно долго длится, она может мне позвонить и сказать, я смотрела твой бой. Я даже глаза не закрывала, там подушка не прикрывалась. То есть, вот как бы мелочи, да, но мне приятно слушать, что она хотя бы включает и следит. Несмотря на то, что сырники уже готовы, и до начала тренировки еще больше двух часов Яна начинает собираться. Все самое необходимое, капая бинты, помещается в обычный рюкзак. Пульсометр. Всегда беру с собой, чтобы знать, в какие пульсы мне залазить, где я немножко, может быть, недорабатываю, где нужно немножко отдохнуть. Все, вот это, в принципе, весь мой нехитрый скарп на тренировку. Я собрана. Обычное свободное время у нашей героини уходит на дела по дому и возможность почитать. Библиотека в квартире большая. Тут и толстая тома по юриспруденции и десятки художественных книг. А иногда Яна просто спит перед тренировкой. Здесь, в небольшом зале, тренируются чемпионки. Работают они под руководством Игоря Фигуренко, бывшего каратиста, летчика, а теперь боксера. Именно он когда-то рискнул надеть женщинам боксерские перчатки, вызвав немало скепсиса у коллег. Теперь он один из лучших наставников нашей страны. А его тренировки сложные, но интересные. У девочек не так, как у мужчин. Но бывают депрессии всякие разные. Это самое сложное. А так, в принципе, нормально. Как бы считают, что женщину тренировать сложно, но на самом деле, да, есть свои нюансы какие-то по бытовым всяким разным вещам. По здоровью, фармакологии и так далее. А так, в принципе, мужчин и женщин одинаково. Что им говорите перед боем? Перед боем? Какое вот наставление? Иди работай. Иди работай. Это самое главное. Ну да, в принципе. Все прекрасно знают ответственность, все прекрасно знают, чему они хотят, что они хотят вообще и что им нужно. Защищать страну. В этом зале тренируется и Виктория Кебикова. Эта спортсменка, хорошо известная в белорусском боксе. Именно она завоевала первую в истории Беларуси медаль на женском чемпионате мира по боксу, который проходил в Нью-Дели. Сначала Виктория победила соперницу из Казахстана, затем боролась за место в финале с колумбийкой. Ну да, было сложно, немножко что-то, наверное, не доделала. Надо было чуть-чуть больше там ручку поднимать, чтобы в голову не пропускать. Защиту лучше делать, тем более, что знала, какой она удар бьет. Но как-то долго соображала, а тут уже бой закончился. Поражение в полуфинале чемпионата мира 2018, тем не менее, не помешало ей завоевать бронзовую награду и порадовать близких и родных. Все родные, друзья смотрели, очень за меня болели, поздравляли. Я бы даже сказала, некоторые как дети радовались. Ну, приятно. Сестра сказала, что гордится мной. Теперь главная цель – первое место на вторых европейских играх. С кем бы Вика хотела встретиться в ринге, она не рассказывает. Главное, чтобы соперник был комфортный. Нет, я по поводу того, с кем хотела, не хотела, ничего говорить не буду. Всегда, как это говорится, прошу противника мне комфортного. Ну, комфортного именно для меня. Неважно, какая у него техника. Есть люди, которые для тебя комфортные. Ты под их технику нормально можешь подстроиться и делать все. А есть противники, которые для тебя некомфортные. Хотя, возможно, они простые для кого-то другого. На сегодняшний день лидирующую роль играет Азия. А так как это европейские игры, то Азии там не будет. В моем весе было 43 человека. Это вот очень много. Это, в принципе, в цифрах. Чтобы дойти до финала, нужно провести, ну, с финальным. Это шесть боев. Для сравнения, в самой высокой весовой категории было 10 человек. То есть в каждой категории разное количество людей, ну, как всегда выходит. Но в моем весе 51 именно, это самое большое количество. Стоять с некомфортными соперниками тоже приходится. Этому девочке учатся на тренировках. Например, Яна и Вика спаррингуются с разницей в весе 30 килограммов. Тренируются девушки не только друг с другом. В этот зал приходят и парни. Спортсменки работают и с ними. Это нормальный процесс, это нормально, хорошо все. То есть у парней скорости другие, реакция другая, ловкость другая, боевая. А девушкам это нужно. То есть свои особенности у девушек, конечно, есть, поэтому как бы сложности в этом. А на самом деле, в принципе, когда подключаешь и парней, тогда рост гораздо лучше. Несмотря на то, что бьют девушки во время спаррингов не в полную силу, травмы случаются. Но, как отмечает Игорь Фигуренко, тренироваться можно даже со сломанным носом. Это стандартная ситуация для спортсменов, особенно боксеров. Травмы получают, например, очень часто, например, у девушек не так часто, но у мужчин это бывает. В большей степени, потому что удары гораздо сильнее и переломы, например, носа, это случается. Есть вот, например, такие вот вещи, как маска с забралом, которая может дальше продолжать спортсмен тренироваться и спарринговаться даже. Сейчас Вика – один из лидеров спорта. Даже сложно представить, что свой путь она начинала вовсе не с бокса. Девушка всегда хотела заниматься единоборствами, но ее мама была против. Когда Кибикова поступила в университет, стала заниматься каратэ. Там она и познакомилась с Игорем Фигуренко. Долгое время ни его самого, ни воспитанниц, ни воспринимали всерьез как боксеров, пока девочки не выиграли все подряд чемпионаты страны. А потом привезли награды с международных состязаний. У меня самый лучший тренер. Я понимаю, что есть много тренеров, они чему-то учат. Мой тренер самый лучший. Может дать замечания по тем или иным вопросам. Я считаю, что у нас лучший коллектив. Просто самый лучший. Для меня он самый лучший. Мы единый механизм, который точно так же мы в горе и в радости все вместе. Мы вместе празднуем праздники. У нас такая маленькая семья. Нас немного, как вы видите. В принципе, это из девочек, которые тренируются в основном, вот только мы как бы в шестером. Дружеские отношения, да, бывает разное. Можем мы там и трохи поругаться там по какому-нибудь поводу. Ну, по мелочи это побурчать там друг на друга. Во всякое бывает. У меня настроение, там, пришла на тренировку, могу на кого-нибудь погрызаться, там, еще что-нибудь. А так нет. Готова друг друга выручать, помогать. Очень строгий папа, я бы сказала так. То есть он нас оберегает, но при этом у нас есть и пряник, есть и кнут. И, в принципе, кнут тоже нужен, потому что иначе мы можем на голову залезть. Кстати, Вика отмечает, что осталось в спорте именно благодаря Игорю Анатольевичу. Когда одолевает усталость и на тренировку идти не хочется, тренер напоминает. С каждым занятием мы становимся сильнее. Пропустил один раз, пропустишь и еще. На тренировках строгая дисциплина. К слову, Вика не хотела бы стать тренером, потому что не дотягивает до идеала. А идеал для нее Игорь Фигуренко. С его помощью команда заметно прогрессирует с каждым днем. Пошла, пошла. О чем, думаю, девочки во время таких упражнений сказать сложно. Может быть, представляют тех, кому проиграли, а может, как завоевывают олимпийскую медаль. Но эмоции есть. Вышелок. Да. Тренировка подходит к концу. Девочки делают упражнения на растяжку. Это обязательная часть занятий. Тренировка была достаточно простая. Просто давно не тренировались. У нас был легкий отпуск. Поэтому как бы вкатывались. И, возможно, создалось впечатление, что она тяжеловата. Кстати, за одно занятие девушки тратят веси до килограмма. Я очень ленивая, наверное. Мне тяжело, когда делаю какое-то силовое упражнение. Особенно те, которые у меня там не получаются или мне их очень тяжело делать. Вот это мне больше всего, наверное, сложное. Потому что технику я люблю. Ну, тоже она где-то может получаться. Это не получаться. Это все нарабатывается. Ну, и работа в паре. Вначале тяжело. Потом, кажется, с каждым разом все нарабатывается. Но все проще и проще. В результате, кажется, стоял бы, работал бы в паре. Только не давайте мне, пожалуйста, отжиматься или подтягиваться. А сколько вы тягиваете? Не подтягиваюсь. Вообще. Например, человек, он бьет, и у него танки шевелятся. Они преувеличиваются. Я шучу. Есть у разного плана бойцы, которые могут быть, например, нокаутеры, силовики. То есть есть темповики, которые могут много бить, но легкими ударами перебивать. Кстати, как раз Яна отличилась однажды нокаутом. Это произошло на турнире в Махачкале. Мы вышли в финал с девушкой из Норвегии. Она, ну, бой был просто вот плотный. Там практически не было никаких передышек. Вот так, вот так, вот так. И вот в один момент она попала на боковой удар и упала. Здесь нет момента глумления. Там вот я там победила. Здесь есть момент того, что то, что я работала, любой, я думаю, любой боксер работает для того, чтобы красиво и как можно быстрее заканчивать свои бои. Сегодня сразу после тренировки Яна забирает дочь из детского сада. Здесь ее уже ждут. А пока мамы нет, Василисе помогает собраться воспитатель. Здравствуйте. 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 Все, мы готовы. Как дела? Все еще. Молодец. Все отлично. Вы репетировали сегодня? Мы репетировались. Мы заплатим еще. Все завтра будете. Хорошо. По дороге домой снова повторяет стихотворением. Василиса подошла к этому со всем старанием. Ошибок практически нет. И рассказать может все без запинок. На улице гололед, поэтому к дому идут не спеша. Правда, с такой мамой можно не бояться ни льда, ни хулиганов. Несмотря на то, что Яна спокойный человек и страшна только для соперниц на ринге, задевать ее на улице не стоит. Если будет ситуация, когда потребуется применить, вот и она потребует именно моих навыков, то я их применю. Я их применю, а у себя я в обиду не дам. Ну, точно так же, как и своих родных. Ну, не дай бог, конечно, такая ситуация случится. В квартире в самом разгаре лепка из пластилина. Василиса заканчивает свой проект фермы, а мама ей в этом помогает. Пока Яна дома, все свободное время она проводит с ребенком. Меня все устраивает. Я стремлюсь к лучшему, к большему. Но я не могу сказать, что мне плохо или не устраивает меня моя квартира, или мой ребенок, или мой муж. Меня абсолютно все устраивает. Если меня что-то не устраивает, я просто над этим работаю. А меня чаще всего не устраивает то, что у меня что-то не получается в тренировке. Все в семье меня поддерживают, не грузят. Даже пытаются помогать, прибирают, что-то готовят. Иногда даже такое бывает. Вот, да, я счастливый человек. Приход папы как удар гонга. Для девочки это возможность поиграть в настольные игры. Коробками с ними буквально заставлены полки. Для Яны сбор на вторую тренировку. Кстати, две тренировки в день – это еще не предел. Перед соревнованиями их может быть и три. Такой график – нормальное явление для боксеров, как и синяки с ссадинами. Ему же это не смущает. Любой вид спорта подразумевает сверхнагрузки. Соответственно, это всегда риск травмы. Это профессиональные риски. У любой профессии есть свои риски. Поэтому я знал, чем она занимается, когда мы познакомились. Занималась она тогда сначала дэквондо, потом была мастером спорта по карате. Пробовались не в тайландском боксе. И решение заняться классическим боксом, вот это уже при мне происходило, оно уже не вызывало, скажем, какого-то удивления. Поэтому принял то, что есть. У меня вообще даже мыслей таких не было, что этот человек когда-нибудь станет моим мужем. Вот даже просто не возникало такой мысли. Мне казалось, что мы разные. Мы разные. Мы прямо вот противоположно разные. Но все-таки мы вместе. Пока наша героиня тренируется, в квартире царит настоящая семейная идиллия. Папа и дочка играют в улей. С пчелами и медом это никак не связано. Это настольная игра, похожа на шашки. Тут и стратегия, и тактика. Василиса, несмотря на свой юный возраст, хорошо разбирается в игре и старается не отставать от папы. Для нее умение побеждать – важная часть жизни. Она, как и мама, нацелена на результат. А старания девочки не занимать. Какой спортсмен не мечтает стать чемпионом олимпийским, чемпионом мира, чемпионом Европы? В этом году я поднялась на третью. Мне хочется большего. Всем хочется большего. А мне больше всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!